Я надеюсь, что все у всех хорошо с картинкой. Итак, сегодня я бы хотела вам рассказать о такой теме, как крипторхизм у кобелей и у котов. Расскажу, что это за явление, почему оно возникает и как вообще в дальнейшем себя вести и владельцу, и заводчику, если у него обнаруживается такой котенок или щенок, ну, либо такое явление обнаруживается у собаки уже более старшего возраста. И, собственно, также сегодня рассмотрим, в чем основная опасность этого явления и на что стоит обратить внимание. Что же такое крипторхизм? Это понятие, когда существует некий скрытый семяник или один, или сразу два. То есть не происходит своевременное его опущение в полость мошонки. А, как правило, эта патология наследственная. Такое животное не должно использоваться в племенной работе. И если все-таки такое животное, например, обнаруживается на выставке, то оно, как правило, выбраковывается и в дальнейшем уже исключается, потому что это, как я сказала, явление наследственное. И, скорее всего, его потомкам, если они будут, да, соответственно, оно будет передаваться. Наибольшая предрасположенность к этому явлению среди собак чаще наблюдается у мелких пород. И кроме всяких пекинесов, да, йорков, также наблюдается у английских бульдогов, у мальтийских балонок, у пуделей и так далее. У котов нет какой-то четкой породной предрасположенности, но надо отметить, что питомцы более породные, скажем так, да, они более предрасположены, нежели животные беспородные. То же самое обнаруживается и у собак. Почему же такое явление возникает? Дело в том, что пока происходит процесс эмбрионального развития и у котят, и у щенков, семенники в норме находятся в брюшной полости, то есть они располагаются рядом с почками. Они соединены с областью мошонкой, такой специальной особой связкой. И по мере того, как животное внутриутробно развивается, дальше уже после рождения растет, связка эта укорачивается и она как бы подтягивает к себе семенник и таким образом удерживает его, протягивает его через паханный канал и, соответственно, семенник остается в области мошонки. Но это в норме. И если мы обратим внимание на щенков, которым уже где-то от 10 до 14 дней, прошу прощения, то у них уже семенники могут быть опущены. Также щенки могут уже рождаться с опущенными семенниками, но это зависит от породы. И во многом именно от этого. У некоторых пород собак это происходит позднее. Паховый канал и у котят, и у щенков закрывается к 6-месячному возрасту. Поэтому если в полугодовалом возрасте, соответственно, семенники не обнаруживаются в мошонке, в этом случае уже можно говорить, что имеет место такое явление, как крипторхизм. Потому что после полугода, когда семенной канал будет закрыт, опущение семенника уже крайне мало-маловероятным. Неестественное такое расположение семенников в любом случае будет сопровождаться тем, что будет снижаться, либо полностью вообще утрачивается репродуктивная функция. Почему так происходит? Дело в том, что физиология и природа так заложено, что нормальное выделение образования семени происходит в температурных условиях, которые где-то от 2 до 4 градусов ниже, чем температура тела. Соответственно, если у нас семенник локализуется в брюшной полости, где для него, объективно говоря, жарко, то выработка семени будет нарушаться. Плюс к этому существенно будет повышаться риск развития различных онкологических процессов, опухлевых, неопластических, то есть перерождение этого семеника. Например, у собак чаще всего в семениках формируются такие опухоли, как сертолиомы, семеномы и ледигомы. Некоторые из них являются гормональными, активными, то есть они вырабатывают эстрогены. И, естественно, для мужской особи это воздействие будет губительным, будет вредным и будет сказываться в целом на здоровье животного. И, соответственно, будет провоцировать различные другие патологии, например, такие как кистозный простатит и так далее. Также неопустившийся семеник может быть попросту поврежден и травмирован механически. Он может перекручиваться, он может защемляться. И, соответственно, в этом случае будет возникать достаточно сильный болевой синдром и уже дополняться какие-то другие патологии сопутствующие, которые будут, соответственно, за этим тянуться. Надо сказать, что причины развития крипторхизма бывают не только наследственные. В зависимости от времени возникновения их можно разделить на эмбриональные и постэмбриональные, то есть, соответственно, генетически наследственные, когда у нас уже есть такая проблема закладки внутренних органов на этапе развития, либо если уже после рождения. А в зависимости от характера возникновения это может быть либо анатомическое, либо механическое нарушение. Когда мы говорим про анатомию, здесь, например, может иметь место такое явление, как короткий семенной канатик, либо чрезмерная узость пахового канала, то есть через него не может пройти семяник, либо сам по себе семяник очень большой, и он не может пройти через нормальный просвет пахового канала. Может быть наличие каких-либо врожденных аномалий, например, в складках в области мошонки, которые не дают проходить семянику на его место. С точки зрения механических причин можно выделить различные травмы, ушибы, родовые травмы, щенков, особенно если у нас происходят какие-то процессы, нарушаются в процессе родов, либо по каким-то другим причинам происходит замедление, либо полностью остановка движения семеника к его нормальному положению. Различные инфекционные и гормональные процессы тоже могут на это влиять, но с точки зрения гормонов это могут быть вызваны недостаточностью гонадотропины, например, либо тестостерона, который является основным гормоном для мужской особи. С точки зрения инфекции, то здесь могут фигурировать грибковые заболевания, бактериальные заболевания и так далее. Это опять же в первую очередь касается молодых животных, малышей даже сказать, если они попадают в очаг какой-либо инфекционной патологии. Как мы видим, причин очень много, и итог все равно как бы будет один, будет не опущение семеника, и как следствие такое животное, какое бы оно высокопородное не было, да, от высокопородных родителей не было, к сожалению, такой питомец уже не попадает в разведение и будет полностью выбраковываться. Частота встречаемости этой патологии составляет в среднем по различным оценкам среди собак где-то от 7 до 10%, у кошек несколько поменьше, где-то до 8%. А что касается симптоматики, надо сказать, что если крипторхизм не осложнен, да, какими-то воспалениями, травмами, опять же, и так далее, то в целом он протекает бессимптомно. То есть мы здесь без каких-либо, я имею в виду, болевых ощущений, дискомфорта со стороны животного, мы можем наблюдать такое явление, как, например, недоразвитие мошонки с одной стороны или, например, гипертрофированное развитие здорового семейка с другой стороны и так далее. То есть, но это, опять же, в том случае, если у нас уже как бы прошел вот этот период, то есть полугодовалый, и мы уже можем оценить состояние животного. До наступления этого возраста, в принципе, оценку может провести только врач и в условии того, что он проведет осмотр и пальпацию, потому что пальпация – это самый показательный с точки зрения диагностики и крипторхизма метод. Сегодня тоже рассмотрим, почему так происходит. Ой, прошу прощения, не туда переключила. Какие же бывают виды крипторхизма? Их можно выделить по их характеру, скажем так, да, то есть по возникновению их можно отделить на врожденный и приобретенный. Это мы уже сегодня рассмотрели. По характеру он может быть билатеральный либо монолатеральный, то есть это двухсторонний либо односторонний. Интраабдоминальный или брюшной, когда у нас семяник остался в полости, в брюшной полости. И паховый, если, соответственно, он где-то в пути, так сказать, остановился. Также крипторхизм может быть истинный и ложный. При истинном крипторхизме семяник находится в верхней либо средней части мошонки. Он может находиться в паховом канале или же в брюшной полости. И невозможно опущение семяника в мошонку безоперационным способом. То есть притянуть его, продавить, так сказать, туда не получится. Ложный крипторхизм – это когда семяник в мошонку можно опустить вне зависимости от того, где он локализован. То есть, опять же, врач, в принципе, может это сделать с помощью пальпации, но это не будет говорить о том, что семяник там так и останется в мошонке. Это может быть связано с тем, что, например, очень сильно развита мышца, которая поднимает семяник, либо чрезмерно длинная связка, и, соответственно, он просто не будет фиксироваться в этой полости. Есть такое также явление, как поднявшийся семяник. Это явление, которое возникает при замедлении роста семенного канатика уже после того, как яички опустились. И, соответственно, по мере роста щенка семяник будет подниматься обратно. Для врача с точки зрения постановки диагноза очень важно определить, пальпируемый ли семяник, либо непальпируемый. Если семяник пальпируемый, то может быть, соответственно, три этапа развития событий. То есть, он может быть ретрокральным, так сказать. То есть, он находится в верхней части мошонки и подтягивается вверх, опять же, за счет того, что чрезмерно сильная активная мышца, которая его поднимает. Семяник может располагаться, если это эктопическое явление, он будет располагаться в нетипичном месте. Это может быть, например, внутренняя сторона бедра и так далее. То есть, он будет находиться где-то в области видимом, скажем так. То есть, мы будем его видеть, мы можем его щупать, но это совсем не характерное для него положение. И также есть еще вариант неопустившийся. Это любые семяники, которые располагаются не в мошонке. Ну, кроме первых двух, соответственно, вариантов. Непальпированный семяник будет находиться, локализовываться так, что врач не сможет его идентифицировать без каких-либо дополнительных способов исследования дополнительно. Например, он может располагаться в паханом канале и не прощупываться. Он может располагаться в брюшной полости. В этом случае мы тогда его точно не сможем определить пальпации. Он может не достигнуть нужных размеров, соответственно, не будет прощупываться, не будет пальпироваться, не будет, скажем так, определяться именно как семяник. То есть, это будет какое-то некое маленькое образование, уплотнение. Либо он может отсутствовать вовсе. То есть, по каким-то причинам он либо недоразвился, то есть, либо не начал развиваться, либо, соответственно, разрушился. То есть, это полное врожденное отсутствие второго семяника, ну, либо обоих. но оба отсутствуют крайне редко. Для того, чтобы поставить диагноз криптархизма, нужно провести, во-первых, общий осмотр и пальпацию, и собрать анамнез. Сначала, конечно же, собирается анамнез, и для постановки диагноза необходимо, очень важна, собирается полная история болезни, так как необходимо понимать, движется ли куда-то семиник, либо он локализован в одном месте. Далее следует, соответственно, визуальный осмотр, пациенты обязательно осматриваются в естественном положении, чтобы, соответственно, понять, где находится в естественном своем положении семиник. Если для животного обследование может быть стрессом, то в этом случае это может быть затруднительно, полное обследование, потому что животное будет сжиматься, напрягать мышцы, и, соответственно, семиник будет уходить еще дальше вглубь. В таком случае необходимо оценивать по другим способам, то есть, например, оценивать, насколько развита мошонка с обеих сторон, и особое внимание уделять той стороне, где семиник отсутствует. Ну, мы предполагаем, да, что он отсутствует. Что касается пальпации, это один из основных и наиболее точных методов диагностики крипторхизма, как я сегодня уже сказала, и сначала надо убедиться в том, что семиник в мошонке отсутствует. Вот это, в принципе, может сделать сам владелец. Далее исследуются те места, где встречаются семиники, скажем так, чаще всего. Если и там они отсутствуют, то в этом случае проводится уже пальпация в направлении от пахового канала до мошонки, то есть целиком исследуется вот эта вот область. Если семиник обнаруживается в паховом канале, его, соответственно, пытаются спустить вниз в мошонку. А здесь мы будем уже отличать ложный крипторхизм от истинного. Надо отдельно сказать по поводу УЗИ. Как ни странно, в случае крипторхизма эта манипуляция не самая, скажем так, информативная. Дело в том, что очень большое количество структур находится в брюшной полости, которые врач по той или иной причине, чаще всего это связано с качеством картинки на аппарате, либо не областности врача, может принять за семиник. Поэтому здесь надо быть либо полностью уверенным в том, что врач опытный, он определил, что это прям точно семиник, либо как бы, скажем так, не воспринимать УЗИ как основной диагностический способ. Потому что с УЗИ может сложиться, скажем так, ложная картина, опираясь только на результаты ультразвукового исследования, и животное может быть направлено на операцию, но при этом не будет необходимости. Очень показательна проба гонадотропина. Этот метод заключается в том, что производится подсчет уровня тестостерона в крови после того, как животному вводится инъекция гонадотропина. То есть мы сначала оценили тестостерон, потом ввели гонадотропин и через час снова оценили тестостерон. Если он поднимается, тестостерон, это будет говорить о том, что это явление последствия крипторхизма. Достаточно показательна лапароскопия. Это, конечно же, самый точный метод, самый показательный метод диагностики. И особенно он хорошо применяется в том случае, если мы подозреваем расположение семенника глубоко в брюшной полости. Плюсом этого метода будет, конечно же, малоинвазивность, то есть небольшое поле вмешательства и достаточно небольшой короткий период реабилитации у пациента после такого вмешательства. Но при этом мы будем иметь уже стопроцентный точный результат, имеет такое заболевание место или нет. Что касается лечения, здесь основных направлений два. Это консервативный метод, то есть медикаментозный, терапевтический и операционный. Что касается консервативного лечения, здесь применяются препараты и массаж. И чем раньше начато такое лечение, тем лучше. Прогноз будет лучше. И самое, конечно, он будет показательный у питомцев, которые младше 6-месячного возраста. Позже, как я сказала, уже закрывается паховый канал и успехов у нас, скорее всего, уже не будет. Использование массажа рационально и эффективно, если семенник можно пропальпировать, и он находится где-то в области мошонки. То есть его реально можно будет туда опустить. Конечно, если он залегает глубже, либо сильно выше, в этом случае, конечно, такие методы не применяются. Что касается гормонов в этом случае, здесь самостоятельно владелец, конечно, ни в коем случае решений не принимает. Дело в том, что гормональная терапия применяется в случае крипторхизма только тогда, когда он вызван нарушением работы эндокринной системы. То есть есть какие-то другие причины, которые привели к гормональным, которые привели к такой патологии. И надо всегда помнить, что любые гормональные препараты, они будут стимулировать развитие различных неопластических явлений, то есть развитие опухолей и в неопустившемся семеннике. Поэтому здесь надо быть очень аккуратным, и всегда врач должен оценивать риски. Как правило, врачи всегда это делают, учитывают всегда и возраст, и положение семенника. Поэтому такие решения принимаются, прошу прощения, только ветеринарным врачом. Существует такая операция, как орхипексия. На территории России она не проводится, потому что по большому счету это обман всех вокруг. То есть это операционное опущение семенника на его физиологическое место. Надо сказать, что кроме России, страны Европы некоторые, США не применяют этот метод, потому что животное уже заранее имеет генетическую аномалию, но мы как бы просто возвращаем это в нормальный вид. Некоторые заводчики непрофессиональные, скажем так, продолжают применять такое животное в племенной работе, потому что вроде как вот у него все нормально, и на всех выставках это все проходит. И, соответственно, в России это считается нарушением, это карается законом проведения такой операции. Вот поэтому мы как бы даже ее рассматривать не будем. Но в России проводится орхиэктомия, то есть кастрация таких животных. И это операция, по сути, по удалению семенников. Проводится она, конечно же, под общей анестезией, как любая другая кастрация. И существуют различные техники выполнения этой операции для крипторхов. И выбор метода зависит от локализации и от типа, очень во многом от типа крипторхизма. При наличии пахового типа, то есть когда у нас семенник локализован в паховой области, не требуется вскрытие брюшной полости, то есть там, соответственно, операция достаточно малоинвазивная, нетравматична, и занимает где-то в пределах получаса. То есть столько же, сколько и обычная кастрация обычного кота, либо обычного кобеля. Если мы говорим про крипторхизм более глубокий, то есть при, так сказать, интраабдоминальной, то есть при залегании семенников глубоко в брюшной полости, здесь уже, конечно, проводится операция более сложная, более крупная, со вскрытием брюшной полости и занимает где-то от получаса до часа. И, соответственно, реабилитация после такого вмешательства у животного будет проходить несколько дольше. Но важно помнить, что крипторхизм явление само по себе для животного не очень опасно. Опасно последствия и оставление, так сказать, состояния как есть. Потому что, опять же, если мы не знаем, что там происходит с этим семенником, который, опять же, может быть зажат, который может начать перерождаться, или еще что-то, то в этом случае мы будем, конечно, подвергать нашего питомца опасности. Важно обеспечить хороший послеоперационный уход животному после перенесения операции. Но тут, опять же, важно понимать, что когда мы такого животного кастрировали, все, как бы мы все риски минимизировали. То есть животное продолжает жить полноценной жизнью, но не страдает от различных гормональных вот таких качелей, связанных с половой потребностью, с половой охотой. Кобели, многие, вы знаете, наверняка проявляют агрессию в период поиска любви, так сказать, так же, как и коты начинают медить. А в случае крипторхов, когда у них все работает несколько не так, скажем, как у здорового животного, то у них последствия таких гормональных волн могут быть сложнее с точки зрения здоровья. После операционного ухода, в принципе, такой же, как у всех остальных животных, просто владельцы первые двое суток обязательно наблюдаются своим питомцем, как питомец дышит, какого цвета у него слизистый, все должно быть в норме. И когда произошло мочеиспускание, не позднее суток после операции и, соответственно, дефекация, то есть поход в туалет через 1-2 дня. Температура тела должна быть в норме в пределах 38-39 градусов, также допустим рвота. Это состояние после выхода из наркоза, поскольку наркоз у нас дается общий, и, соответственно, 1-2 раза рвота допустимо. Если врач назначает применение сопутствующих каких-то антибиотиков, либо боли утоляющих, соответственно, владелец также это применяет, как правило, в домашних условиях, потому что, как правило, после операции кастрации не требуется нахождение животного в условиях стационара. Но, опять же, это зависит от каждой конкретной ситуации и от рекомендаций лечащего врача. Очень важно, чтобы ни кот, ни кобель никак не воздействовал на область послеоперационную, то есть не лизал швы, не чесал, не ел узел попой по каким-то шершавым поверхностям, потому что в этом случае он может подпортить швы, швы могут разойтись, либо может наступить лишняя бактериальная обсемененность, рекомендовано носить воротник до полного заживления, до снятия швов. Швы у нас снимаются где-то на 10-14 день после их наложения и, соответственно, уже через день-два после снятия швов животное может спокойно жить уже полноценной жизнью вплоть до купания в открытых водоемах. То есть здесь уже никаких ограничений не будет. Единственное, важно будет снять нагрузки физически животного, но это касается, опять же, собак в первую очередь, где-то на 5-7 дней еще после снятия швов, чтобы животное восстановилось. Если вовремя проводится операционное вмешательство, то в этом случае прогноз будет всегда благоприятным. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Я напоминаю, что в нашем интернет-магазине по промокоду вебинар продолжает действовать 10% скидка на весь наш ассортимент. Промокод вписывается в окошко комментариев. Если вы наведете свои телефоны, считаете QR-код с каналом, сразу попадете на наш канал BioFarRussia, туда мы выкладываем все записи наших вебинаров, которые мы с коллегой уже проводим. А для вас все можно посмотреть на канале, все в открытом доступе.